Это лесная улица, здание бывшего доходного дома. И старинная вывеска, все нормально и понятно. Оптовая торговля кавказскими фруктами и грузинская фамилия владельца – Каландадзе. Но стоп! Знаете, почему торговля оптовая? Чтобы было меньше покупателей. А зачем магазину меньше покупателей? Все дело в том, что внутри магазина Каландадзе была вырыта пещера. И в этой пещере действовала подпольная типография. В которой печатали листовки. Вот такие. А фруктами торговали так, для прикрытия. Вывеска спасла дело подпольщиков. Типографию так никто и не нашел. Вплоть до ее закрытия в 1906 году. Московские вывески. Сложные и простые, пышные и аккуратные, огромные и еле читаемые. Рассказывают историю города так же наглядно, как то, что за ними прячется. И порой это самые неожиданные вещи. Это одно из самых дорогих в Москве мест для аренды. Новый Арбат. По юридическим причинам мы показать этого не можем, но вот здесь вывеска магазина женской обуви. А несколько веков назад вывеска обувной лавки выглядела бы вот так. Бессловесно. Ну а что? Вот вы сапожник. Продаете и ремонтируете что? Сапоги. Значит, над входом в лавку у вас висит что? Сапог. Если вы кожевник, над лавкой у вас кусок кожи. Парикмахер. Ну, не клок волос, конечно, а медный таз. Отсюда и взялось слово «вывеска». Вывешенный над лавкой товарник. Самый простой способ сообщить, что можно купить в лавке. Это как раз одна из таких вывесок. Огромный золотистый крендель. Чем не лучший способ зазвать покупателей в булочную? И никаких текстов не нужно. Этот район на востоке Москвы с допетровских времен назывался «Немецкая слобода». В широком смысле слова «немецкая». То есть городок для всех не наших. Здесь все было по-немецки и по-голландски. Правильные домики, аккуратные улицы, лужайки. То есть с характерным порядком. Это экспонат Государственного исторического музея, гравюра, вид усадьбы графа Головина и немецкой слободы в Москве. Автор – Адриан Шханебек. А это, возможно, любимое заведение Адриана Шханебека. Любовно нарисованная им вывеска и название на голландском. «Инде витте фон Тюйн» у белого фонтана. Это самое первое изображение московской вывески. Вывески в привычном нам понимании слова. А не висящего сапога. Но это экспанский городок для иностранцев. А если целевой аудиторией оставался не вполне грамотный народ из самых разных сословий, то выражаться надо было яснее. Примерно до середины 19 века почти все московские вывески были рисованными. Не рисованными. Писанными. Мастера-вывесочники работали всерьез. Цеха, подмастерья, мастера, дипломы и даже каноны. К хлебу в России всегда относились благоговейно. И живописные вывески булочных больше напоминали не рекламу, а хлебные иконы. Сияющая пирамида теста на контрастном черном фоне. Хлебные композиции с вывесок перекочевывали и на полотна больших художников. Картины Ильи Машкова изобилуют булками, сайками, ковришками и прочими дореволюционными инеповскими круассанами. Тогда, в начале века, люди искусства вообще смотрели на все, как на искусство. Появлялись даже художники-вывесочники мирового масштаба. Такие, как вот этот грузинский художник Нико Перасмани. Владельцы тифлийских духанов заказывали перасмане вывески-приглашения для своих заведений. Например, вот на этой картине-вывеске из коллекции Московского музея современного искусства трогательный и очень грузинский призыв. Компания «Заходите». Такая развеселая живописная развеска была сугубо русским изобретением. Ну а как иначе? В России, стране лупка, ярмарок и зазывал, в магазин тоже надо было зазывать. Ярко, бойко и очень-очень аппетитно. За последние сто лет развитие фотографии, фотошопа и дизайна, конечно, изменило правила вывесочной игры. Но не так уж сильно. Голодных покупателей по-прежнему легче всего завлечь буквальным изображением того, до чего они голодны. Ну представьте, вот заменить это на это. Суть не изменится. Но вообще, живописная вывеска была еще в античности. Вот недавно найденный фудкорт в античной Помпее. Товар лицом, пусть и портретом, показывали всегда. Но вернемся обратно. В Москву 19 века. В эти магазины, на которых такие вывески располагались, в основном ходили домохозяйки, прислуга. То есть понятно, что не покупали в них товары дворяне или даже купцы каких-то там первой, второй гильдии. И эти люди, которые приходили в эти магазины, как правило, они были малограмотными или неграмотными вовсе. Кроме того, не забываем, что Россия многонациональное государство. И не все здесь могли и прочитать, что написано по-русски, даже если владели грамотой. Поэтому такие вывески и появились, по сути, для простого народа. Правда, как и в любой профессии, вывесочные мастера бывали разных разрядов и рисовали в меру своих умений. Газета 1848 года возмущалась гипертрофированными образами. Мясники с растопыренными руками и громадными секирами, петухи, стоящие возле быков, которых они головою выше, куры с почти человеческими лицами. Все это бесподобно. Бесподобно в старом смысле. Бесподобие смысла. Как могли выглядеть куры с человеческими лицами, остается только гадать. Фотография только совершала первые шаги. Но пройдет полвека, и мы все разглядим во всех подробностях. Потому что в конце 19 века нам захотелось, как в Европе. А в Европе было так. К концу 19 века лубочная простонародность живописных вывесок всем надоела. Забавно, ярко, но как-то не солидно. И развеселые рисунки постепенно вытеснило кириллическое благообразие. Да и капитализм рекомендовал. Нужно не просто продавать хлеб. Нужно продавать свою репутацию. А значит, фамилию. Это сейчас необычный дом на Мясницкой. Для нас просто чайный домик. А когда-то, в конце 19 века, для всей Москвы это был чайный магазин Перлова. Знаменитого дореволюционного чай-торговца. Еще и с подсветкой, чтобы об этой фамилии не забывали даже ночью. К 1911 году вывесок в Москве стало много. Нет, вы не понимаете. Не просто много, а много. Казалось, что дома только из них и состоят. За сыновьями, братьями, тов-товариществами, мануфактурами, аббревиатурами и прочим, не видно было ничего. Тут-то и собрались ввести первый дизайн-код. Подошли к делу основательно. В начале века на слова не скупились. Вот цитаты из письма, отправленного архитекторами в московскую городскую управу в 1913 году. Такое положение дела, нанося благолепию лучших частей города огромный вред, в дальнейшем исказит совершенно вид улицы в больших городах. Не стесняются даже на одном и том же здании прикреплять отделку самого различного характера. Перерождение Людовика XVI. Рядом нечто голландское и завершается все это вывеской кинематографа. Во всех цветах радуги, со всевозможными кривыми, кругами, золотыми солнцами и звездами. Не то, чтобы не было вообще никаких правил. Были. Это книга 1917 года, изучающая вывески научно. Вот, пожалуйста. Оказывается, были шрифтовые рекомендации, рекомендации по расположению, по материалам и размерам, но все это не помогало. Да, выпускались какие-то рекомендации и правила. Запрещали вывески на кронштейнах, чтобы они не мешались фонарям. Но в целом московская управа начала века была, конечно, организацией строгой. Но вот вообще что-то полностью запретить и совсем не спросить ничего у владельцев магазинов, тем более так быстро, побаивалась. Правда, побаиваться ей оставалось недолго. Скоро нашлись люди, готовые ничьего мнения не спрашивать. Один из первых декретов молодой советской власти назывался «О государственной монополии на объявления». Сдача объявлений в киоски, конторы, и ТП учреждения объявляются монополии государства. Настоящей целью декрета было лишить буржуазную прессу источников дохода за счет рекламных объявлений в газетах. А по касательной, как это часто бывает, задели и остальных. Запреты запретами, но Москва-то все равно оставалась торговым городом. И наружную, прямую, частную рекламу, вещь в социалистическом государстве неуместную, заменила реклама устная. Тут и там на площадях раздавались выкрики. «Несите рублики, купите бублики!» Или «Спички лапшина горят, как солнце и луна!» Или совет очень тактичный. «Купи мыло, вымой рыло!» А конкурировал со всем этим Моссельпром, торговая организация объединившая под одним именем государственные московские предприятия. По-настоящему огромная торговая машина с соответствующим агрессивным маркетингом. Вот, не просто вывеска, а целый дом вывеска по продаже всего. Вот, смотрите, дрожжи, папиросы, пиво и воды, печенье, конфекты, шоколад и готовые обеды. Да еще с дизайном и от лучшего креативного тандема, поэта-копирайтера Владимира Маяковского и художника-арт-директора Александра Родченко. Поэтому и слоган получился краткий и всеобъемлющий. «Нигде, кроме, как в Моссельпроме». Агрессивность маркетинга, кстати, проявлялась и в прямых атаках. В 1924 году Моссельпром выпустил брошюру, из чего приготовляются конфеты, со стежком, рассказывающим об опасности покупок сладостей частных фабрик. Покупатель не знает о составе и вот, от той, что по цветистей до подешевле, у него начинает болеть живот. Мучает все круче с каждой неделью, доктор осматривает, видит, не шутка, частные фабрики покупал он изделия и в результате язва желудка. А если хотите есть конфеты и не заболеть, пожалуйста, сюда. Нигде, кроме, как в Моссельпроме. Реклама, конечно, контролировалась властью, но в 1920-х советская власть еще была настроена на эксперименты. О наступлении нового мира кричало «все». Если театр, то экспериментальный, если картины, то супрематизм, если архитектура, то конструктивизм. Художники 20-х переворачивали искусство с ног на голову. А вывески что? Хуже, что ли? Вы когда-нибудь видели вывеску, написанную прямо поперек дома? Книжный магазин 1928 года дает возможность научиться читать в экстремальных условиях еще от входа. Театр начинается с вешалки, а магазин с вывески. Или вот вывеска входа в Таганский парк. Тоже диагональ. А это вывеска лавки на Новосухаревском рынке от гения авангарда архитектора Константина Мельникова. Снова диагональная и даже довольно личная с фамилией хозяина Урынин. Новосухаревский рынок одно из последних торговых предприятий НЭПа просуществовал до 30-го года. А в 31-м частную торговлю в СССР запретили полностью. Не осталось никаких ситцевых лавок Урынина, никаких фамилий на рекламных плакатах, вообще никаких фамилий. Только промы и тресты. А какое уж тут художественное самовыражение. Никаких больше диагоналей, красок и яркости. Просто и понятно. Мясо. Нарком пищепром СССР. Вывески стали типовыми. Есть целый ряд постановлений правительственных, связанных с этим. То есть существовали определенные ведомства. Это нарком внуторг, прежде всего, который занимался изготовлением вывесок и, собственно, торговлей. И вот при этих торговых организациях существовали свои рекламные организации и рекламно-производственные, которые эти вывески производили. Как правило, на вывеске обязательно размещалось два знака. Это ведомственная принадлежность и принадлежность тому или иному торгу. Там прямо номенклатура вывесок. То есть какие надписи должны быть на вывеске какого магазина. И ни в коем случае ничего другого. Вот теперь всем неожиданно стало стыдно. Нет, это не про культ личности. Московским властям стало стыдно, что реклама в городе такая несовременная. Иностранцы приезжают, смотрят, а тут все старенькое, старорежимное и не светится. Точнее светится, но днем, а вечером выключается. Магазин же не круглосуточный, чего зазря светить. проблему решили, как обычно, стремительно. Всем руководителям организации с вывесками нужно было до 1 октября 1963 года зарегистрироваться здесь, в самом оттепельном месте, на площади Маяковского, нынешней Триумфальной, в главном архитектурно-планировочном управлении. А тем, чья реклама признавалась устаревшей художественной и технической, в регистрации отказывали и предлагали за свой счет рекламу заменить. И вот результат. Улицы Москвы засияли неоновыми и газовыми вывесками. Вот светятся вывески кафе и ресторанов, вот магазины, вот кинотеатры и театры, а вот вечерняя Тверская. И жить в такой Москве было намного веселее, чем в этой. В общем, Москва стала настоящим Лас-Вегасом, правда, сдержанным и стильным в духе 60-х. Среди светящихся вывесок попадались и удивительные. Вот вывеска магазина Изотопы на Ленинском проспекте. Нет, ничего страшного, там не продавалось, только набор юных химик и проявителей для фотографов-любителей. А вот рекламный талисман нового Арбата. Детищет того же решения о модернизации и вывесок в 63-м году. Знаменитый Арбатский глобус. Он и сам по себе был довольно хитро устроен. Вращался вокруг своей оси, вспыхивал разными лампочками, сиял и мигал. Но этого было мало. Такую рекламу саму нужно было разрекламировать отдельно. Кадры как будто из американского мюзикла. В 93-м году после расстрела Верховного Совета глобус на несколько лет вышел из строя. Пули попали прямо в центр установки. На момент возвращения в Москву рыночной экономики и здоровой конкуренции москвичам в сознательном возрасте заставшим 1916 год было 85 лет. Как там хорошо забытое старое? Вот цитаты из дореволюционной книги «Взгляд на московские вывески». Какая пестрота, какое разнообразие представляется нам при взгляде на московские вывески. Рядом с красотой увидите вы безобразие. от богатства и роскоши недалеко виднеется и жмется как странник от стужи бедность и недостаток. Ведь вы же помните, какой была Москва меньше, чем за сто лет до этого. Вот и получилось, что Тверская конца 19-го века и Тверская конца века 20-го не такие уж и разные улицы. Очнувшаяся от мира государственной жизни и с упоения погрузившись в жизнь частную, Москва кричала вывесками и рекламой. Растяжки, перетяжки, фасады, баннеры, щиты для продвижения самых разных товаров и услуг использовались все мыслимые и немыслимые поверхности. Да и частная жизнь больше не хотела быть тайной. Да что там 90-е? Смотрите, это проезд по ночной Москве в 2001 году. Растяжек столько, что не успеваешь их посчитать. Но надо сказать, что утопающая в рекламе Москва была в мире совсем не одинока. А в 2013 году у Москвы впервые появился свой собственный дизайн-код. Правила размещения информационных конструкций, а для самых важных городских улиц были придуманы архитектурно-художественные концепции, показывающие, как правильно размещать вывески на фасадах. Основной принцип это какие-то достаточно простые правила, которые позволяют уменьшить визуальный хаос. Допустим, вывески, различные вывески, они спорят друг с другом. Сделали правила, по которым вывески на здании располагаются, во-первых, по одной линии, в основном между первым и вторым этажами, и во-вторых, по центральной линии, ось некая. Мы никак не регламентировали шрифты или цвета вывесок в большинстве случаев. Тем не менее, то, что было до этого, подложки, плоские основания этих вывесок, они очень большое влияние оказывали на архитектуру. Во-первых, они могли рядом оказаться просто разных цветов, там синяя, красная, зеленая. Мы предложили в принципе убрать эти плоские подложки, запретить их в большинстве случаев. Идеологом дизайн-кода выступила Москомархитектура. И с ее руки с 2014 по 2017 были постепенно заменены и приведены к единым требованиям вывески по всей территории Москвы. Но на всех зданиях более старинных, так скажем, было решено эти подложки просто запретить. Таким образом, все буквы вывесок оказывались просто на фоне стены здания. А стена здания, естественно, их объединяла. То есть разные вывески объединяются единым цветом, единой текстурой и нет разницы в габаритах, в высоте вот этих подложек. Давайте объясним нагляднее. Например, вот переулок центра Москвы, наполненный цветущим малым бизнесом и вывесками. яркими, с подложкой, да еще и дублирующимися и разноцветными. С 2013 года это делается так. Если здание построено до 52 года, то у вывески убирается фон, чтобы фоном к вывеске стало само здание. Дублирующиеся вывески убираются, оставляется одна вывеска для одного заведения, магазин цветы и вывеска цветы один раз. Теперь эта улица по правилам дизайн-кода. Вообще совсем все учесть невозможно. Есть некоторые вывески, которые не соответствуют правилам. Например, правилам по размеру. Они слишком крупные, но при этом они являются уже историческими такими артефактами, представляют историческую ценность. И было решено, я считаю, очень хорошее правило, что все вывески, которые были установлены до 1971 года, это не так, в общем-то, давно было. они могут нарушать, ну, то есть они не должны быть каким-то образом изменены там или переделаны. То есть просто это уже историческое, это историческое наследие, хотя оно не такое старинное. Но на самом деле вот такое классические советские вывески, ну, самые стильные, наверное, которые были в 60-е годы сделаны, они примерно в это время и были установлены. А периодически на каком-нибудь московском доме отваливается штукатурка и под ней обнаруживаются сокровища. Следы торговой жизни Москвы до дизайн-кода, до войны, а то и до революции. Их восстанавливает команда реставраторов вспомнить все. Более того, найденные вывески иногда обнаруживаются прямо над дублирующими их заведениями и можно буквально наблюдать смену времен. Да, разностелевые мигающие светящиеся вывески раздражают, слепят и мешают разгадывать город. Но ведь и русский бизнес не развивался почти весь прошлый век. Но изменения в Москве и в России даже эстетически приятные всегда приходят неожиданно. Естественно, если сказать, что завтра все должно быть так, это будет очень большая нагрузка на бизнес, надо будет переделывать кучу всего. Но если растянуть во времени на 3 года, на 5 лет, на 6, неважно, на 100 лет можно даже растянуть, то так или иначе вывески ломаются, магазин или компания переезжает в другое место, все равно они переделывают все, устаревают, меняются айдентика, даже названия меняются компаний. Поэтому все равно в какой-то момент надо будет вывеску менять, переделывать. В Москве это было в несколько этапов, если не ошибаюсь, в три этапа. Там внутри Садового кольца, внутри Третьего кольца, там весь город. То, что вы видите на улицах, где бы вы ни жили, всегда следствие времени. И так же, как каждая конкретная вывеска рассказывает о том, что вы увидите в магазине, московские вывески целиком рассказывают все о городе и его жителях. Москва дважды за век тонула в визуальном шуме и жила по своим правилам, дважды за век от него избавлялась и большую часть столетия провела, примеряя на себя самые разные стили. И каждый из них ей шел просто потому, что был самым современным. Ведь вывески это все-таки искусство, а у каждого времени оно свое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова